Всем здорова! Я небольшой фанат чтения. Не потому, что я такой весь неграмотный и не люблю читать, а потому что считаю, что каждая книга, вами прочтенная, должна вас чему-то научить. Можно читать каждый день по одной книге в месяц по 30 штук, заглатывать какого-нибудь фэнтези про эльфов и бабу-ягу, при этом эти книги вас ничему не научат и ничего не оставят внутри вас. Но можно за всю жизнь прочитать одну единственную книгу, которая полностью изменит вашу жизнь. И таких книг, изменивших мою жизнь, в моем арсенале пока только две. Первая книга — это «Ален Карр. Легкий способ бросить курить». Я курил в общей сложности около шести лет. Каждый день по одной пачке я выкуривал и не собирался бросать. Прочел книгу, бросил, и вот уже шестой год я ни о чем не жалею. Вторая книга, изменившая меня, — это «Клейсон Джордж. Самый богатый человек в Вавилоне». Я был молодым, горячим, мечтал стать богатым человеком, и часто слышал о том, что многие читали эту книгу и богатели. Я решил тоже прочесть ее, еле-еле дошел до половины. Это отвратительная книга, написанная ужасным языком, но, тем не менее, она дала мне основу понимания того, как нужно обращаться с финансами. Я решил, что вместо того, чтобы читать эту отвратительную книгу, я лучше буду действовать, богатеть и развиваться. Но сегодня мы поговорим не об этом. Как вы поняли, мне дали погонять «Оникс Букс Робинзон Крузо 2». Это электронная читалка, флагманская, очень крутая, навороченная. Лучше нее уже сложно что-то найти, поэтому на ее примере мы разберем, что такое электронные книги, нужны ли они, и самое главное, что из себя представляет экран на электронных чернилах. Лично мне этот вопрос был очень интересен. Но прежде чем мы перейдем к обзору, давайте вы в комментариях напишите книги, которые изменили вашу жизнь. Ну, поехали. С виду читалка «Робинзон Крузо 2» напоминает обычный планшет со отношением сторон 4 к 3. Это нужно, чтобы больше текста влезало по ширине. Читалка сразу идет в фирменном чехле, он магнитный, и когда закрываешь им экран, то читалка автоматически уходит в сон и выключает экран, чтобы совсем не жрать заряд батареи. Открыл чехол, читалка проснулась. Чехол выглядит козырно и придает девайсу премиальный вид. Ощущается руками, как настоящая старая книга в твердом переплете. Даже когда читалка просто лежит на столе, она выглядит кайфово и придает своему владельцу налет загадочности с нотками интеллигенции. Но это не точно. На нижней стороне есть кнопка питания с индикатором состояния. Когда загружается операционная система, индикатор горит синим, когда заряжается – красным. Разъем для microSD, расширяющий внутреннюю память, а также microUSB для зарядки и синхронизации с ПК. Слева и справа от дисплея есть сенсорные кнопки для листания страниц, а под экраном надпись «Букс», выполняющая функцию кнопки «Домой». Кнопки можно отключить в настройках, либо переназначить их действия на запуск приложений или перелистывание страниц. Самое главное, что меня интересовало – экран. Я никогда не пользовался такими экранами, хотя видел много раз, как они выглядят в обзорах или на стендах в магазинах. Экран тут необычный. Он выполнен по технологии электронных чернил или E-Ink. Такие экраны очень сильно отличаются от привычных нам экранов. Обычно E-Ink дисплеи не имеют собственной подсветки, а некоторые даже не воспринимают нажатия на «Тач». Они формируют изображение в отраженном свете, как обычная бумага, а для навигации используются хардверные кнопки. Но то в дешевых читалках. Поскольку мы с вами имеем дело с флагманской книгой, то производитель сделал подсветку экрана, и ее можно регулировать, чтобы читать в темноте, а также сенсорный экран, что тоже очень удобно. Разрешение конкретно этого экрана – 1072 на 1448. Если бы это был обычный IPS-экран, то мы бы сказали, что это количество пикселей. Но тут нет пикселей в привычном нам понимании. Тут вместо них специальные капсулы, состоящие из черных или белых микрошариков с краской, а вернее с пигментом. Между слоем из шариков проходит два электрода – положительный и отрицательный. Как только мы хотим перевернуть страницу, процессор дает сигнал на электроды, они подают напряжение на шарики с пигментом, белый пигмент, заполняющий пространство между буквами, заряжен положительно, черный пигмент, вырисовывающий буквы – отрицательно. Как только изображение построено и пигменты встали в нужной последовательности, электричество перестает поступать на электроды. При этом энергия уходит только на формирование изображения, а не на хранение его на экране. Если подсветка выключена, то читалка вообще не потребляет заряд. Только процессор немного поджирает и все. Поэтому одного заряда аккумуляторной батареи на 3000 мАч может хватить на месяц автономной работы. Если вы прям жесткий книгачей, то Robinson Crusoe 2 вам хватит на 2 недели использования. То есть при самом активном сценарии работы каждый день вы зарядите свою читалку всего лишь 24 раза за 1 год. Как вы понимаете, нужно много времени на то, чтобы пигменты перестроились как надо. В среднем 1,25 секунды, поэтому и частота обновления у таких экранов низкая. За 1 секунду такой экран может обновиться до 5 раз или даже меньше. Из-за такой частоты обновления смотреть видео на читалке невозможно. Любой экшен здесь превращается в ужас. Одно изображение накладывается на другое, чернила сходят с ума, не успевая перестроиться, но для чтения текста это самое оно. Однако, E-Ink дисплеи имеют и ряд преимуществ. Изображение на читалке фактически не отличается от бумаги. Разглядеть отдельные пиксели невозможно. Что касается остальных характеристик, то тут есть еще Wi-Fi для выхода в интернет, как вы поняли. Аккумулятор на 3000 мАч, процессор 2 ядра 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной, из которых доступно лишь 4. Но и в эту память можно уместить столько книг, что за всю жизнь не прочитаешь. Ну и к тому же вставляются microSD карточки. Экран 6 дюймов, E-Ink карта плюс, умеет отображать 16 оттенков серого и поддерживает мультитач на 2 касания. Есть Bluetooth 4.0, а в качестве операционной системы используется Android 4.2. Также есть защита от влаги и брызг по технологии HZO. То есть защищены от влаги только элементы внутри корпуса. Платы, соединения, батареи и провода. Сам корпус не герметичен. Если вы вдруг макнете в воду ваш ридер, то ему ничего не будет. Перед использованием достаточно вылить из него воду и просушить, прежде чем пользоваться зарядкой. Я вот раньше думал, возьму себе электронную читалку для того, чтобы сидеть в интернете, листать, например, ленту с новостями, читать там все это дело, чтобы было круто для моих глаз. Но, как оказалось, нет, так делать нельзя, так нельзя поступать. Например, открываю я сайт lenta.ru и пытаюсь что-нибудь поскролить. Ужас, не правда ли? Для того, чтобы нажать на ссылку, потом дождаться, пока на это отреагирует процессор, пока экран отрисует всю эту новость следующую, даже вот, смотрите, не нажалось в первый раз, второй, третий, у вас не будет столько нервов для того, чтобы сидеть и читать ленту ваших новостей. Тем более, смотрите, от старых сайтов на экране все еще остаются следы, и они наслаиваются друг на друга, и чем больше сайтов вы будете открывать, тем больше будет это самое наслоение. К тому же, если есть на сайте какие-то непрогруженные элементы, они, прогружая страницу, будут заново обновлять экран, и экран еще больше будет тупить, и еще больше будет наслоение этих самых. Так что, браузинг, это явно не то, что вам нужно на читалке. Также я думал, возьму, скачаю себе комиксы, но комиксы здесь читать тоже то еще удовольствие. Во-первых, маленький экран, и постоянно приходится зумировать. Во-вторых, из-за быстрого перелистывания страниц одно изображение накладывается на другое, так что читалка, повторюсь в сотый раз, только для чтения книг. И читать их тут довольно приятно. Встроенный софт позволяет открывать любые форматы книг, настраивать шрифты, оступы, межстрочные интервалы и многое другое. Можно настроить текст именно так, чтобы было удобно воспринимать именно вам. Про себя скажу, что процесс чтения на ридере Onyx Books мне пришелся по душе. Да и сам гаджет приятный, его хочется держать в руках, постоянно смотреть на этот безупречный экран. Читалка классная. Но я никогда не понимал, зачем нужно обзаводиться отдельным устройством для чтения электронных книг, ведь есть смартфоны, планшеты. И носить с собой смартфон и читалку неудобно. Но и читать на смартфоне порой бывает тоже не очень круто. Скажу честно, обзор дался мне нелегко. С одной стороны, читалка как гаджет не очень. Она работает на глюченом андроиде, имеет старый процессор, у нее мало памяти, частота обновления инк-экрана очень маленькая, поэтому браузинг даже для того, чтобы скачать книгу, превращается в целое приключение. Тут нет внешних динамиков, интерфейс долго думает и часто лагает. Но! Это всего лишь читалка. И ругать ее за отсутствие флагманского железа, все равно что жаловаться на отсутствие браузера в микроволновке или слабый процессор в холодильнике. Тут есть все, что может понадобиться и даже немного больше. Защита от влаги есть? Хрен утопишь. Не жрет заряд аккумуляторной батареи, редко будешь заряжать, а значит и аккумулятор деградирует только лет через 10. Это надежная, крутая вещь. Флагман. 4 гига встроенной памяти плюс выход в интернет, это фактически бесконечная библиотека в вашем кармане. 200 лет тому назад вас бы казнили за такую фразу, сожгли бы как еретика на костре нахрен. Но не буду кривить душой, я бы себе в личное пользование читалку отдельно бы не купил. Но тут проблема даже не в самой читалке, как таковой кониксу претензий у меня нету, а скорее форм-фактор мне не нравится. Современные смартфоны уже достигли такого уровня, когда у них достаточно большие экраны для того, чтобы можно было спокойно, комфортно читать на их дисплеях. И мне просто неудобно таскать с собой и читалку, и смартфон одновременно. Сейчас я читаю «Ководство Артемия Лебедева». Это немного скучноватая книга, да и написана она достаточно давно. Однако те основы, которые заложил автор, актуальны и по сей день. Мне нравится видение Артемия на дизайн и его взгляд на вообще культуру в целом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие книги читаете сейчас вы. Если вам интересно, что читают зрители с МВ, обязательно загляните в комментарии, посмотрите. Возможно, для вас будет это полезно. Если же вы хотите узнать мой рейтинг, мой топ любимых книг, то загляните в описание, там вы сможете их найти. Также там же я оставлю и ссылку на данную книгу. Там же будет и промокод на ее покупку, введите промокод на сайте. Ссылка на сайт также есть в описании и получите скидку, получите возможность купить Onyx Books Robinson Crusoe 2 дешевле, чем она продается. Читайте больше. Новые знания делают вас лучше. Пусть книга, прочтенная вами, и не будет самой полезной на свете, но она заставит вас взглянуть на обыденные вещи под каким-то иным углом. Как говорила моя бабушка, знания это тот багаж, который вам не нужно таскать за своими плечами. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok